Также в языке Python мы можем импортировать не весь модуль целиком, а лишь какие-то имена из него. Для этого мы можем использовать конструкцию from модуля, импорт, имя того, что мы хотим импортировать. То есть если бы мы хотели импортировать только наш исключение bad name из нашего модуля exceptions, мы могли бы написать такую конструкцию from exceptions, импорт bad name. Если бы мы увидели его на экран, мы бы убедились в том, что теперь за нашим именем bad name в нашем namespace связано имя тот класс bad name из модуля exceptions. Также мы можем через запятую указать и другие имена, которые бы мы хотели импортировать из модуля exceptions. Например, нашу функцию grid. Мы бы вывести ее на экран и видеться в том, что теперь в нашем локальном namespace за именем grid действительно закреплена та функция из модуля exceptions. Так как с процессом импорта модуля или имени из модуля связано с созданием локального имени в локальном namespace, то мы можем явно указать то локальное имя, которое бы мы хотели использовать. Для этого мы можем использовать конструкцию as. Предположим, что в нашем файле уже есть какая-то функция grid, которая тоже вводит в приветственное сообщение. Однако мы хотели бы использовать обе функции. Мы хотели бы также использовать функцию grid из модуля exceptions. Однако, когда мы используем такую вот форму импорта, используя from, то мы в локальное имя grid записываем функцию из нашего модуля exceptions. А затем, когда мы сами определяем функцию grid внутри своего файла, то мы перезаписываем это локальное имя. Таким образом, мы теряем ссылку на функцию из модуля exceptions. Для того, чтобы это избежать, мы можем использовать конструкцию as, то есть сказать, что из модуля exception импортирую функцию grid под именем xgrid. И затем мы действительно можем ее использовать, не потеряв на нее ссылку, потому что мы использовали другое имя, нежели для нашей функции grid в локальном namespace. Когда мы запустим данный код, мы убедимся в том, что мы действительно использовали две разные функции. Вместо имени badname мы также можем использовать другое имя, например, просто имя bad, вывести его на экран и убедиться в том, что это действительно класс badname из модуля exceptions. Но что самое главное, мы можем импортировать целиком модуль, использовать для него другое локальное имя. Например, имя x мы можем его передать внутрь функции print и убедиться в том, что это действительно модуль object. Также в языке Python, используя синтаксис from, вы можете импортировать все имена из какого-либо модуля. Для этого достаточно использовать звездочку. Однако такая практика является не самой рекомендуемой, потому что если модуль большой и в нем слишком много имен, то наверняка какие-то из этих имен могут пересекаться с теми, которые вы используете. Таким образом, чтобы импортировать все имена из модуля exceptions, мы бы так и записали from exceptions import звездочка, указывая, что нас интересуют все имена из данного модуля. Мы бы запустили данный код и убедились в том, что в нашем локальном namespace действительно появились имена badname и grid. Однако через звездочку мы будем импортировать на самом деле далеко не все имена. Прежде всего мы можем определить такую конструкцию all, в которой мы определим те имена, которые мы можем импортировать с помощью звездочки. И даже если мы эту конструкцию не определим, то тогда мы не будем импортировать имена, которые начинаются с нижнего подчеркивания. Может случиться такое, что в нашем коде мы вместо строки hello решили использовать специальную константу, которая бы представляла то начало приветствия, которое мы хотим дописать перед именем. Однако мы не хотели, чтобы это имя greeting импортировалось с помощью звездочки. Поэтому мы можем указать вот такую ключевую конструкцию all, это вот такое имя специальное, в котором мы укажем все те имена, которые будут импортироваться, если мы используем звездочку. Теперь, когда мы вернемся к нашему коду importlesson, то мы сможем запустить и импортировать действительно эти имена. Однако имя greeting нам на самом деле будет недоступно. А вот если мы данную конструкцию, например, закомментируем, то у нас все будет в порядке, и мы действительно сможем импортировать в том числе строку greeting из модуля exceptions. Однако, если мы забыли про конструкцию all или просто про нее не помним, то ничего страшного, можем начать имя нашей константы с нижнего подчеркивания, и тогда оно тоже не будет импортировано с помощью звездочки. Таким образом, в языке Python существуют удобные механизмы для того, чтобы выбирать локальные имена для импортированных модулей и имен внутри модуля. Также мы можем импортировать все имена из модуля, однако с этим следует быть более аккуратным, а также мы можем контролировать, какие имена будут импортированы, если наш модуль импортируют с помощью звездочки.